Здравствуйте! Как обычно, о главных событиях в спортивной семидневке расскажет программа «Спорт-ревиум». В ближайший получас мы посвятили героям международных турниров, а также победам на официальной арене. Первые трофеи в новом игровом сезоне. Тираспольские гонболисты стали обладателями Кубков Молдовы. В национальном чемпионате подзюдо определены представители сборной республики. В ближайшее время борцы оспорят путевки на чемпионаты мира и Европы. Приднестровские акробаты также составят костяк сборной Молдовы. После победы на чемпионате страны сильнейшим гарантировано место в основном составе сборной. Гонки на призы Днестровской осени – ежегодная традиция картингистов. А организаторы турнира, как всегда, в числе победителей. Пара теннисисты в эти дни соревновались в международном Тирас Оупен. Зарубежные команды и лидеры местных клубов разыграли награды в четвертый раз. Сразу два кубка привезли терраспольские гонболисты из столицы Молдовы. Финальные матчи на Кубок страны и у мужчин, и у женщин прошли в один день. Наша съемочная группа не пропустила феерию терраспольчан. Первыми на поле вышли мужские команды. Терраспольскому ПГУ с дешор 1 противостоял Кишиневский Олимпус. Стартовые отрезы команды провели с переменным успехом. Два удаления в составе терраспольчан позволили хозяевам вырваться вперед на три очка. Но уже в равных составах наша команда нивелировала отрывки шиневцев. У нас в этом сезоне добавилось несколько игроков, поэтому вначале немножко была такая некая несыгранность. Мы начали проигрывать, но потихоньку-потихоньку искали свою игру. Начало второго тайма осталось за Олимпусом, но своевременная замена вратаря незамедлительно дала плоды. Ставший в рамку Олег Мамков провел хороший отрезок, долгое время сохраняя ворота в неприкосновенности. Я считаю, что правильно было тренерское решение. Вот в этот момент, по-моему, минут пять они не могли забить гол, мы потянулись, ушли вперед. Нерв игры при ничейном результате сохранялся до самых последних секунд. За несколько мгновений до финального свистка игру на себя взял Владислав Науменко и вывел терраспольчан вперед. Кишиневцы достойно ответить не сумели. В итоге победа со счетом 33-32 и очередной Кубок Молдовы в руках ПГУ «Сдюшор-1». Все ребята понимают ту ответственность, которая на них лежит. Выходят на игру с максимальной самоотдачей и борются с первых до последних минут. Концовка не сложилась неудачно. Просто какая-то фортуна неудачная для нас сложилась. Две атаки подряд мы не реализовали. Подведение итогов всей игры. А в целом, в целом игра получилась интересная, достойная. Вот такие бывшие команды и молдавские гонболы розовые. Наша женская команда показала свое превосходство уже с самого начала игры. А в качестве второго претендента на Кубок в противостоянии вступила Бельская Академия Таукчи. Террасполь – это сильный соперник. Если честно, мы первый раз участвуем в Кубке Молдовы. Рады, что вышли в финал. Преимущественно на быстрых отрывах к концу первого тайма терраспольчанки добились двукратного превосходства. Во втором отрезке уверенный контроль мяча и слаженные действия не дали бельчанкам опомниться. А в результате на табло загорелось 30-22, что означало победу терраспольского клуба. Главная задача сделана. Мы выиграли. И это главное. У меня претензий к девочкам нет. Есть будущая работа, где надо исправлять те ошибки, которые мы допустили во время игры. Отрадно, что обе наши гонбольные команды начинают сезон с побед. До ставта чемпионата остаются считанные дни. Приднестровские дружины, как и прежде, намерены бороться за титул. Чемпионат Приднестровья по дзюдо определил новых обладателей чемпионских титулов. Более 100 спортсменов в трех возрастных категориях боролись в стенах столичной школы борьбы и бокса. Подробнее о турнире расскажет Вадим Гачков. В этом году на столичном татаме были представлены борцы из Террасполя, Слободзеи, Григориополя и Бендер. Однако организаторы отмечают, что вскоре количество участников и география турнира увеличится. В дальнейшем у нас начинает развиваться дзюдо в городе Рыбница. Я думаю, на следующий чемпионат Приднестровской Молдавской Республики у нас будет еще выполнение и будет намного больше ребят. Самая захватывающая борьба развернулась среди юниоров. В финальной схватке категории до 73 килограммов встретились одноклубники Николай Попов и Филипп Паша. Спортсмены не раз встречались в спаррингах, а потому тактически были подготовлены друг к другу. В таких схватках на первый план выходит психологический настрой и воля к победе. На этот раз нервы оказались крепче у Николая Попова, который переиграл своего соперника по очкам. Мы знаем борьбу друг к другу. Это была борьба характера, борьба воли. Для меня многое значит победа вообще в любых соревнованиях, потому что это воспитывает волю. Если ты побеждаешь на простых соревнованиях, ты побеждаешь потом на более высоком уровне соревнования. В весовой категории свыше 100 килограммов равных не знали терраспольские борцы. Среди юниоров первое место завоевал Юрий Симыкин, а в этом же весе в категории мужчин чемпионом стал Артем Шинкарев. Японская борьба, представленная слабым полом, проходила с не меньшим накалом. Сестры Давыдовы, Мариана и Дарья оставили позади конкуренток и синхронно поднялись на первую ступень пьедестала в своих весовых категориях. А в предстоящие выходные в Кишиневе пройдет чемпионат Молдовы среди взрослых, на котором выступят сильнейшие дзюдоисты Приднестровья. В состав нашей команды вошли Юрий Симыкин, Евгений Коряк, Анна Репида, Николай Попов и Александр Елисеев. А на следующий день дзюдоисты отправились в Бендеры. Там состоялся 18-й международный турнир памяти Игоря Битанова. На татаме школы борьбы собралось 9 спортивных клубов из Молдовы и Приднестровья. За прошедшие 18 лет эти соревнования стали стартовой площадкой для многих талантливых спортсменов. Виктор Скворцов, Валентина Карауш и Евгений Делиу только в сезоне 2013-го одержали немало побед на международной арене в честь родной школы. По инициативе тренерского состава в 1996 году был организован первый турнир под дзюдо, посвященный мастеру спорта Игорю Битанову. Мы решили с ребятами, с одногруппниками, тренеры проводить в честь Игоря турнир, потому что Игорь был человеком, который умел сплачивать коллектив. И поэтому мы турниры, соревнования сделали командными. В каждой команде соревновались борцы семи весовых категорий. Поединки за первенство проходили по матчевой схеме стенка на стенку. Личные амбиции спортсменов в этом случае уходили на второй план, ведь главное – это победа команды. В чем заключается принцип командного соревнования? Когда один за всех и все на одного. То есть, если один парень проиграл, то второй может поправить его ошибку, а в итоге побеждает команда. И это очень хорошо для выработки единства и то, что действительно в жизни им пригодится. Плечо подставить друг за друга и помогать друг другу в тяжелое время. Традиционно успех команды подводят итоги соревнований. Третье место на турнире заняли воспитанники Кишиневского спортлицея. А в финале золотые медали разыграли представители Тирасполя и Бендер. В решающей встрече бендерские дзюдоисты одержали победу с результатом 6-1. В ближайшее время коллектив школы планирует провести еще один традиционный турнир. 9 ноября на фестивале в честь Геннадия Баданова соберутся представители греко-римской борьбы – самбо и дзюдо. Тем временем в Суклейской спортивной школе состоялся чемпионат Молдовы по спортивной акробатике. Впервые соревнования соответствовали международной программе, включающей 4 возрастные категории. Спортсмены разыграли 16 комплектов наград, большинство из которых достались приднестровцам. Кому узнавала Юлия Сорокопут. В этом году чемпионат Молдовы по спортивной акробатике проводился по новым правилам. Если раньше за чемпионские звания боролись взрослые молодежь и юноши, то сейчас добавилась так называемая группа H – возрастная категория 11-16 лет. Золотые призеры национального первенства Евгений Панчук и Сергей Белоус – непосредственные ее участники. Я думаю, что мы выступили хуже, чем в прошлый раз. У нас не получился курбет, кувырок, сальто вперед. Я думаю, что победа – это самое важное для выступления. Чемпионат Молдовы по спортивной акробатике стал решающим этапом для определения сборной страны. Сильнейшим победа гарантировала место в основном составе для подготовки к чемпионату мира, который пройдет предстоящим летом во Франции. У хозяев соревнований мужская пара Владимир Казмалы, Роман Руденко, а также женская тройка в составе Ксении Ковалевой, Кристины Грати и Ольги Кристя с этой задачей справились. Справляется немножко. Есть, конечно, трение. Не все еще до конца изучили эти новые правила. Но будем проводить семинары, будем работать совместно. Все уверены в том, что традиции акробатики, которые были постоянно в Молдове, они такими же и останутся. Может, даже и лучшими результатами. А вот для столичной команды программу «Максимум» выполнили мужские составы. Это две сильнейшие терраспольские четверки, победившие в группе «Эйч» и в старшей возрастной категории, а также мужская двойка. Терраспольчанки Влада Литовченко и София Николаева в финале, упустившие золото чемпионата, допускаются в сборную по возрасту. Мы выигрывали в месяц чемпионат Молдовы шесть раз. Этот статус нам дает, что мы также выступаем за сборную нашу. Естественно, результаты. Бендерская школа в очередной раз доказала, что в парных выступлениях ее основная сила. В числе победителей – мастера спорта Павел Егоров и Никита Кораблин. Также неплохие шансы в сборной имеет и бендерская мужская четверка. Любой имеет шанс. Необходимо, конечно, готовиться. Очень серьезные этапы соревнований необходимо выдержать. Учебно-тренировочный сбор намечается в Белоруссии. Мы хотим посмотреть там же, поучиться, показать непосредственный результат. В итоге наши спортсмены практически полностью укомплектовали сборную Молдовы. В главную команду страны попал 21 акробат из Приднестровья. В минувшие выходные в Григориополе завершился традиционный турнир по картингу «Днестровская осень». Каждый год соревнования посвящаются основателю этого вида спорта в республике – Григорию Попову. На этот раз в гонках на картах приняли участие спортсмены из Приднестровья и Молдовы. Единственный картодром в республике, который в состоянии принимать ежегодные соревнования, находится в Григориополе. Трасса, построенная 20 лет назад, достаточно стара и изношена. Чтобы отремонтировать картодром, необходимо собрать сумму в 5000 евро. Для этого два месяца назад был создан спортивный клуб «Пилот», который сам будет обслуживать и следить за трассой. Также картингисты Приднестровья ищут спонсоров. «Трасса у нас, скажем так, не в лучшем состоянии, очень много, у нас трещин появилось много. Но есть у нас небольшие участки, мы постарались их как бы огородить, подремонтировать, где-то чем-то раствором заклеить, заделать. Но пока еще трасса наша действует, то есть она имеет 1000 по стандартам, когда еще сообще союзно, она имеет 1100 метров и довольно-таки еще пока приемлемо для соревнований». На протяжении 30 лет медали первенства по картингу оспаривали шесть команд из Кишинева, Гладян и Григориополя. В этом году гонки на призы Днестровской осени проходили при поддержке Государственного таможенного комитета, партии «Возрождение» и спортивно-технического клуба «Пилот». «Мало спортсменов, маловато, но спорт стал дорогим, техника очень дорогая сейчас. И, конечно, были времена, когда мы проводили Днестровскую осень, у нас здесь было до 70 участников. Сейчас примерно 20-25, но это тоже хорошо». Единственную победу хозяева завоевали в юношеской категории. Богдан Бутузов лидировал по итогам квалификации и не упустил своего в финале. В классе мини-кадетов, картов с объемом двигателя до 60 кубических сантиметров, первым дистанцию преодолел кишиневец Артем Гуцу. «Было тяжело обогнать, ну, держать первое место. Меня догоняли все время. Вот только круговые спасали. Обгонял, и там они замедлялись тоже. Так, ну, со вторым заездом я сильно устал. Было тяжело». В классе национальной ЧСЗ, где представлены машины с объемом двигателя 125 кубических сантиметров, победу одержал кишиневец Денис Пилипп. В этот день соревновались и представители класса «Ротокс Макс». Это карты иностранного производства без коробки передач. Здесь самым лучшим пилотом был признан кишиневец Александр Райлян. В неофициальном командном зачете чемпионами турнира стали хозяева – спортивный клуб «Пилот». Международный турнир «Тирас Оупен» прошел в нашей столице в четвертый раз. Теннисисты, представляющие параолимпийское движение, принимали представителей соседних городов и государств спорткомплексе Аграрного колледжа. Соревнования пара спортсменов по традиции посвящались дню рождения Тирасполя. Вот только сроки турнира были смещены из-за участия команды-организатора в зарубежных стартах. Тем не менее, и в этом году теннисисты из Украины, Молдовы и Приднестровья встретились в теплой атмосфере приднестровской осени. Впервые на турнире побывали и представители государственной власти. Мы обязаны помочь и за счет вот этого примера потянутся и другие люди. И ведь это все-таки те люди, которые также прославляют наше государство на таких аренах, как параолимпийские игры, чемпионаты мира различные. Тем более, приезжают и приезжают хорошие рейтинги показываемые. Согласно регламенту международного старта, столичный спортклуб инвалидов Тирас Ракета провел соревнования в личном и командном зачете. Традиционно матчи проходили в трех классах по круговой системе, а затем определялась сильнейшая дружина среди пятерки клубов и чемпион в абсолютном первенстве. Мы очень редко встречаемся с людьми, со спортсменами. Это сделано для того, чтобы каждый смог поиграть, получить огромное удовольствие от игры, пообщаться между собой. Вот для этого это все сделано. В самой многочисленной категории с шестого по десятый классы двойной успех отпраздновал представитель Дубоссарской школы Олимпийского резерва Дмитрий Абраш. Несмотря на солидный для теннисиста возраст, он уверенно провел все 11 матчей и стал первым и в личном зачете, и в абсолютке. Единственная дебютантка турнира Светлана Руссу из столичного клуба была заявлена в мужскую категорию, где произвела настоящий фурор. Обыграв опытных соперников из Бендеры Кишинева, она по праву завоевала серебро. Действительно соперники очень подготовлены, действительно хорошо играют, очень сложно завоевать победу, но еще мы стараемся, мне очень нравится. Еще две бронзы в разных категориях турнира в копилку тира с ракеты положили Сергей Чумак и Андрей Моор. В номинации с третьего по пятый класс упорное сопротивление бендерчанину Дмитрию Кузуку оказал и серебряный призер турнира Вадим Дмитрук из Одессы. В категории первого-второго класса лидер столичного клуба Дмитрий Лавров дошел до финала, не проиграв ни одного матча. В итоге победу в этой категории записали в свой актив тираспольчане. Еще два призовых места завоевали Олег Романюк и Максим Витковский из Бендер. На этом турнире мы собрали рекордное количество участников, это 20 человек. С Одессы приехали люди с Кишинева, с Дубосар, с Бендер. Соревнования проходят на очень высоком уровне. Почему это? У нас участвуют очень многие сильнейшие спортсмены наши, которые выезжают за рубеж и привозят к нам на родину медали высшей пробы. А в этом командном первенстве с наилучшим показателем по очкам победу завоевали хозяева соревнований тира с ракета. Бендерский клуб «Пан» расположился на втором месте, а единственному игроку из Дубосар был вручен третий командный кубок. Вместе с официальными наградами, благодаря поддержке предприятий «Тираспольтрансгаз» и «Преднестровский Сбербанк», призеры были отмечены денежными премиями, а все участники получили памятные подарки с символикой «Тирас Оупен». Я хочу обратиться к нашим горожанам города, к руководителям предприятий, чтобы они положительно реагировали на просьбы наших спортсменов-инвалидов. Они вас будут радовать своими победами, успехами и медалями. И в завершение выпуска о футболе. В «Тирасполе» состоялся центральный матч 13-го тура в национальном дивизионе. Встречались лидеры первенства «Шериф» и «Драгонежский Верес». Еще два столичных клуба «Тирасполь» и «Динамо Авто» свои встречи провели на выезде. Итоги тура подведет Вадим Гачков. Еще в первом круге именно «Кишиневский Верес» нанес единственное поражение «Тираспольскому клубу». С тех пор дебютант национальной дивизии набрал хороший ход и к очному поединку занимал вторую строчку таблицы. Желание реванша «Желто-черный» продемонстрировали с первых минут матча. Наибольшей активностью отметился 17-летний Вадим Пайрель. А вот Фернандо, казалось, в игру не вошел. После нескольких необязательных потерь болельщики просили замены для полузащитника «Шерифа». Однако бразильский легионер показал свой высокий класс на исходе получаса, клуб счет в матче. А затем Рикордини пронес мяч через все поле и в итоге заработал пенальти. К точке подошел Энрике Луванор. Его удар пришелся над перекладиной. И все же без дежурного мяча лучший бомбардир «Шерифа» не остался. На 45-й минуте передача Пайреля нашла отклик и Луванор удвоил счет на табло. Во втором тайме знаковым стал выход Бенджамина Балимы. Спустя 20 секунд пребывания на поле буркинийц отметился голевым пасом на Рикординию, который в издевательской манере переиграл батаря. Итог встречи остался неизменен. 3-0 важная для Шерифа победа. Очень важно было после очень сложной игры в Лиге Европы. Ребят настроить на внутренний чемпионат. Очень радует, что они поняли все серьезно. И очень мне понравилось, как они отреагировали сегодня на происходящее на поле. Мы становимся взрослой командой, то есть как бы сильной командой. Не в чем упрекнуть свою команду. Мы допустили три детские ошибки, после чего пропустили голы. Наша игра была слишком прямолинейной. Поздравляю Шериф с победой. Будем продолжать вести борьбу за высокие места. Однако вести борьбу за высокие места Верес будет уже с другим тренером. Как стало известно позднее, Денуц Опря покидает свой пост. Функции главного наставника временно будет исполнять Евгений Маловатов. А в это время футбольный клуб «Террасполь» на выезде одолел последнюю команду чемпионата Кишиневскую академию. «Динамоавто» минимально уступило Аргеевскому «Милсами». Кишиневское дерби завершилось ничьей. А очередную победу одержал футбольный клуб «Костулены». На этот раз над «Спиранцей». Победа Шерифа над второй командой позволила терраспольчанам еще больше увеличить отрыв от преследователей. Среди догоняющих – Верес, Костулены и «Террасполь». На одну очку от них отстал «Милсами». «Динамоавто» по-прежнему занимает девятую строчку. А в зоне вылета – Когульская «Спиранца» и Кишиневская академия. Ну а красный день календаря наступит для терраспольского шерифа 7 ноября. Извините за каламбур, но именно в этот день наша команда сыграет в Лондоне ответный матч с английским Тоттенхэмом. А пока вспомним лучшие моменты Лига Европейского противостояния в Террасполе. Приятных вам минут и до встречи в следующем выпуске «Спорт-ревью». Уважаем соперника, но не боимся, готовы биться. «Спорт-ревью» «Спорт-ревью» «Во мне, Тоттенхэмэм ganит на Лиге Европейс» «Окадем». «Я неportала репортаж, но не боится» «Ах, что случилось?» «Я неportала репортаж, что métодовое литвие» Команда знает, что могла сегодня забивать, сыграть и ничью, и даже выиграть. Поэтому атмосфера нормальная, ничего страшного теперь сегодня. Продолжение следует...